От любви до преступления один шаг. И еще меньше, если ты дважды судим, мотал срок за изнасилование несовершеннолетней, за нанесение тяжких телесных со смертельным исходом. Ленинский районный суд рассмотрел дело об убийстве 30-летней девушки. Главный подозреваемый – ее возлюбленный. Старше почти на 20 лет. На 9 лет в колонию строгого режима его привела ревность. Приговором Ленинского районного суда 48-летний амич по имени Сергей был осужден по части 4 статьи 111 это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, полегшего по неосторожности смерть потерпевшего к 9 годам колонии особого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Мы оцениваем законность данного решения, по-другому, чего уже будет принято решение об обжаловании. Единственное, что я могу пояснить, что суд, безусловно, учел смягчающие обстоятельства, наличие явки сповинной, признание вины, частичное признание вины. Шесть лет назад Сергей вышел из тюрьмы. Следователи говорят, что он пытался адаптироваться и претензий к поведению стражей закона не было. Знакомство с девушкой не предвещало жуткой развязки. Но после про их пару говорили, что Сергей был одержим ревностью. Очередной скандал произошел в ресторане на Московке, куда девушка отправилась на свидание к бывшему парню. На романтик явился и Сергей. Экс-бойфренд не ожидал такого расклада. Банкет закончился дракой. Была проведена медицинская экспертиза, которая как раз выявила определенные особенности, повышенная возбудимость, раздражительность, агрессивность, что в конечном итоге и повлияло на данную ситуацию. Хотела девушка таких страстей или нет, неизвестно. Когда разборки с бывшим ухажером закончились, мужчина увел свою даму силой из ресторана. Ревность подкрепил алкоголь. Он потащил ее пешком в сторону Морозовки. Там они собирались переночевать в доме знакомых. А по дороге отчитывал девушку и учил вести себя по понятиям. Наносил при этом удары кулаками, в основном по лицу. На фотографиях со следственного эксперимента осужденный показывает место, где он окончательно добил девушку, и она потеряла сознание. Сам вызвал скорую помощь, дождался приезда врачей и отправился в поселок напиваться дальше. Спустя два дня потерпевшая скончалась в больнице. Оперуполномоченный Игорь Третьяков был в составе группы, которая проводила задержание продозреваемого. Местонахождение вычислили в ходе разыскных мероприятий. Нагрянули в один из домов пусть заостровки ночью. Зашли в квартиру. Подозреваемый спал в одной из комнат. Подняли его. После чего уже сопроводили в отдел полиции номер пять города Омска. По пути следования он уже начал частично рассказывать о совершенном преступлении. При задержании, получается, он даже не знал еще, что потерпевшая уже скончалась и никакого раскаяния у него не было. Ранее он уже неоднократно был судимый, в том числе из-за причинения тяжких телесных повреждений. То есть никакого сожаления не почувствовали. На суде мужчина разыгрывал из себя убитого горем возлюбленного. Не мог поверить, что именно он убил девушку. В судебном заседании он пояснял, что действительно он ее прервновал. Конфликт имел место быть, но он нанес не 80 ударов, как ему вменяет органы предварительного расследования, а 4, 5, 6 ударов. И очень сильно он выражал сомнения по поводу того, что могла ли смерть наступить от его ударов или нет. Именно с этой целью в судебное заседание был приглашен судебный медицинский эксперт, где все сомнения были развеяны. Осужденный предполагал, что это врачи оказались недостаточно квалифицированы и не спасли девушку. Однако и эту версию следователи тщательно проверили. Мать, бабушка и сестра погибшей считают вердикт Фемиды слишком мягким. По их мнению, Сергей должен понести более суровое наказание. За свою жестокость подозреваемый получил 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд рассмотрел исковые заявления родственников потерпевшей о компенсации морального вреда и удовлетворил их в полном объеме. За свои нравственные страдания семья получила 1 миллион рублей. Погибшая была единственным кормильцем в семье. Нижнеомский район, село Рождественка. Ружье, гильзы, вещественные доказательства изъяли следователи у местного 58-летнего жителя. По версии следствия, он поругался со своим соседом и решил отомстить. Сельчанин достал свою двухстволку и выстрелил в окно своему обидчику. Пробив стекло, заряд дроби попал мужчине в грудь. От ранения он скончался. Несколько недель назад сосед в очередной раз побил подозреваемого, то он, затаив обиду, решил отомстить ему. Вчера мужчина увидел, что его сосед находится дома, что-то ему кричит через стекло. Тогда он сходил домой, взял ружье и выстрелил из незарегистрированного двухствольного охотничьего ружья в сторону соседа. Дробь пробила стекло и попала соседу в грудь, причинив смертельное ранение. Сейчас мужчина находится под стражей. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяда дробь и охотничье ружье, другие вещественные доказательства. Проводится следственное действие направлено установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 18-летнего Виктора Марченко. Правоохранители рассматривают версию убийства. По данным следствия, студент первого курса Омского государственного университета путей сообщения пропал с 25 на 26 мая. В два часа ночи он вышел из бара Доски, перешел дорогу на перекрестке улиц Бударина-Щербанева в направлении Ами и больше его не видели. Поисковые мероприятия с участием волонтеров результатов пока не дали. Проверяется версия о несчастном случае. Молодой человек мог оступиться, упасть в реку и утонуть. Разыскивать молодого человека продолжают. Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните 02 или по номеру телефона доверия следственного управления 395 506.